Всем привет! Меня зовут мистер Ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта Harley Davidson Road King Classic 97 года. Сегодня я с вами хочу поговорить об такой актуальной теме, она актуальна сегодня как никогда, это ремонтопригодность мотоцикла. Тут я сразу отмечу, что мое мнение может кардинально отличаться от вашего и я не претендую на истину в последней инстанции. Смотрите, ремонтопригодность, что такое ремонтопригодность вообще? Это способность объекта, в данном случае мотоцикла, к восстановлению после повреждений или после естественного износа деталей, то есть возможность его восстановить. То есть некоторые узлы и агрегаты выходят из строя со временем, какие-то повреждаются в процессе эксплуатации, по дорогам еще как-то что-то происходит. Лет 15 назад, когда рынок мототехники только-только, можно сказать, развивался, наблюдался его подъем, очень было много японских мотоциклов, которые возили с аукционов, с США, с Америки, цены были доступные. И на вторичном рынке в России данных мотоциклов, да, вот японских, вот сейчас мы про японские мотоциклы говорим, их было не так уж и много, и выбора не было. Поэтому народ как бы, ну и по ценам, и имелась возможность привозить эти мотоциклы из-за границы, с различных аукционов, как я сказал выше. И народ их с радостью привозил, привозил, рынок наполнялся, 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 потом у нас приходит 2008 год, да, первый кризис, потом приходит у нас 2014 год изменения курса, и естественно мотоциклы, в частности японские, да, их стали из-за границы привозить реже. То есть такой наблюдался спад, да, и люди начали уже присматриваться к мотоциклам на вторичном рынке. Но с чем это связано? С тем, что на вторичном рынке уже появилось достаточно большое количество мотоциклов, да, ну человек покупает, да, с японского аукциона покатался, там годик не понравилось, продал. Уходит это естественно не обратно в Японию, а уходит на вторичный рынок в Россию. И после этого вот этот вот мотоцикл, да, он начинает свое путешествие по вторичному рынку. И со временем вот выбор японских мотоциклов, он стал гораздо-гораздо больше на вторичном рынке, не из-за границы, а на вторичном рынке. То есть появилась возможность выбирать, можно было выбрать более-менее живой вариант. Потом рынок в итоге перенасытился, и мотоциклов из-за границы стали привозить уже, ну скажем так, поменьше, да. И вот эти вот мотоциклы японские, они на вторичном рынке с успехом продавались. И поскольку мотоциклы, они заполнили рынок, да, люди их покупали на вторичном рынке, естественно, мотоциклы старели, эксплуатировались, каждый на них ездил. И вот у нас же какая, у нас главная теория-то, что Хонды, там, Юмахи, да, Кавасаки, Сузуки не ломаются, и на них можно ездить, только менять расходники. Да, отчасти это так, но все равно со временем цилиндропоршневая группа, маслосъемные колпачки, цепи ГРМ, они все равно со временем выходят из строя. И там пробег, там, 50 тысяч плюс километров, да, уже можно что-то прогнозировать, какой-то ремонт. И дело в том, что каждый из владельцев японских мотоциклов, да, он, когда подходил ремонт, ну не каждый, скажем так, некоторый из владельцев японских мотоциклов, когда подходило время ремонта, он понимал, что мотоцикл потихонечку там начинает умирать, там где-то что-то стучит, повысился расход масла. Он, узнав стоимость запасных частей для японского мотоцикла, а это только оригинал, и там плюс прокладки, плюс вот эта вот вся навеска, колечки, вот эти уплотнения, это все только оригинальные на японские мотоциклы. И они, естественно, эти мотоциклы продавали, продавали, и, получается, расходы, по идее, должны были лечь на плечи, по ремонту мотоцикла, на плечи следующего владельца. Но следующий владелец, он не всегда занимался ремонтом, он ездил, понимал, что мотоцикл что-то не то, узнавал стоимость ремонта и также мог перепродать. Либо пытался его отремонтировать, как-то неквалифицированно, там, какие-то герметики, какие-то, может быть, там, самодельные прокладки, уплотнения, там, какой-то подбор колечек, но, в общем, неквалифицированный ремонт тут тоже, как бы, не в плюс этим мотоциклам. И, в итоге, я говорю, до сих пор, я с удивлением смотрю на то, что некоторые мотоциклы, которые уже 15-20 лет в России, японские, их продают, они 3-5 владельцев поменяли, и у них маленький пробег и в прекрасном состоянии. Ну, я очень скептически на такие объявления смотрю. К чему я это говорю? К тому, что у японских мотоциклов, по сути, нет альтернативы. Есть запчасти только оригинал, поршневая группа, какие-то детали коробки, да, вот только, только оригинал, и ничего ты с этим не поделаешь. И с учетом нынешней ситуации, да, вот вообще в экономике и того, что, как бы, все дорожает с каждым годом, запчасти эти дешевле не становятся. И тут выход либо искать какие-то бушные, либо покупать новые, но новые стоят конских денег, плюс сроки доставки, плюс непонятно вообще, будут ли доставлены эти запчасти, в общем, тут целая проблема отремонтировать, скажем так, старый японский мотоцикл. Это будет очень дорого. С Харлеями же получается ситуация несколько обратная, потому что Харлеи говицын поначалу были очень, знаете, непопулярны, ввиду их дорогой стоимости и славных мифов об их ломучести, бесконечной ломучести, запотеваниях, течи масла и прочего. То есть, они были достаточно непопулярны. Пока, скажем так, наверное, в 2014-2015 годах не начал рынок насыщаться, наполняться мотоциклами из Америки, и с, скажем так, поврежденной, да, они были гораздо дешевле мотоциклов в нормальном состоянии, и рынок тоже в России начал постепенно, постепенно заполняться Харлеями. И некоторые, даже самые матерые владельцы японских мотоциклов пересаживались на Харлеи, и со временем, с пробегом, да, с годами эксплуатации, они понимали, что у них есть мотоцикл, который достаточно просто отремонтировать, просто на него найти запчасти, потому что существует великое множество всяких различных неоригинальных запчастей, очень много всякого тюнинга, но мы сегодня про ремонтопригодность, поэтому вот уклон, все, на запчасти. И народ понимал, что это замечательная, скажем так, заготовка, которая очень ремонтопригодная, которую можно ремонтировать бесконечно. Более того, что многие крепеж, многие болты, многие детали, они предназначены, скажем так, для многоразового демонтажа и монтажа обратно, то есть без риска какого-то повреждения. Опять же, мотоцикл, старые мотоциклы, это Twin Cam 88 Evolution, они сделаны из железа, и вот эти все облицовки, все вот это, оно не трескается, оно не лопается, я имею в виду в процессе демонтажа-монтажа, и их можно много раз снимать и ставить обратно. Представляете, Харлеи с пробегом 100 тысяч километров, да, тебе не надо будет, вот ты достиг этого пробега, да, у тебя какие-то там наблюдаются расход масла, там, какие-то звуки посторонние. Тебе не придется бегать там, как ужаленному искать какие-то запчасти даже в России. В России можно найти вообще все на Харлеи. Другое дело, что по такой стоимости интересные, но они будут в наличии. И ты понимаешь, что ты отремонтировал этот узел, поставил нормальный, скажем так, автор-маркет или даже оригинал, и ты будешь с удовольствием ездить дальше. И вот тут-то мы добрались до сути, так сказать, сегодняшней темы. Просто, знаете, такие частные примеры приведу. Например, японский мотоцикл, да, японский мотоцикл, круизер, возьми, Roadstar, Wildstar, Royalstar, ну, любой японский, там, более-менее, там, круизер такой, да. Возьмем такую ситуацию. У вас есть мотоцикл, вы ездили, ездили, ездили на нем, да, и бац, ну, проворачивает вкладыши. Проворачивает вкладыши по причине, там, отсутствия масла, да, там, уровень где-то, может быть, упустили. Там, проворачивает вкладыши по причине того, что низкого качества, или проворачивает вкладыши по причине того, что просто пришло время. У вас тут два варианта, да, либо вы ищите контрактный мотор, либо вы разбираете старый мотор и пытаетесь его ремонтировать. Хорошо, вы пошли по варианту того, что вы разбираете мотор, да, вы решили его отремонтировать, поменять вкладыши, разбираете, разбираете шатунную группу, да, видите, что у вас на шейке повреждения такие, что коленвал уже проточки не подлежит, а ремонтных, скажем так, вкладышей нету, да, альтернатив нету и всё, получается, вам нужен новый коленвал или исправный бушный. Ну, как бы такое себе, понимаете, да, новый коленвал будет стоить просто там космических денег. Это вот просто частный пример. Я говорю, не обязательно, что это будет именно так, но вот просто вам для примера. У Харлей Дэвидсона ситуация несколько иная. Все коленвалы Харлей Дэвидсона, они разборные. Даже на твинкамах можно купить шатунную группу, можно купить нижний подшипник шатуна, всё это поменять, распрессовать, да, это делается в условиях мастерских, но опять же, в России все эти услуги можно найти, и это будет относительно недорого. И, опять же, требовательность к качеству смазки на Харлеях, она, ну, не настолько нетребовательна, именно из-за того, что в нижней шейке шатуна расположен подшипник, а не вкладыши. Замечательно какой-нибудь японский мотоцикл, да, накрывается у вас деталь в коробке. Коробка, как правило, располагается внутри мотора. Опять проблема, потому что вам, чтобы добраться до коробки, нужно разобрать полностью мотор. При разборке мотора у вас, по идее, нужно ставить все новые прокладки. Да, новые прокладки, только оригинал, как правило. Может быть, там в редких исключениях можно найти какой-нибудь неоригинал, но, скорее всего, что придется искать оригинальные прокладки. Это дополнительные расходы, плюс трудоемкость самой операции, вот, снять, все это разобрать. У Харлеев, вот, на Биг Твинах, да, у них коробка, первичка и мотор, все раздельно. Все можно снять и разобрать отдельно. Это безусловный плюс. Опять же, если говорить о том, что, я уже говорил не раз, что продукты износа, они не засоряют друг друга узлы и агрегаты мотора. То есть, допустим, сцепление, что-то у вас там изнашивается, да, какая-то здесь, она не попадает в мотор, она у вас там так в первичной передаче и находится. Тут речь не идет о какой-то колоссальной, прям, там, супер-мега-надежности Харлея. То есть, он тоже там изнашивается, просто ремонтировать вам его будет дешевле. И я уже говорил, что у Харлея еще какой-то плюс колоссальной унификации. Например, коробка от Эволюшена и коробка от Винкама 88-го, это одни и те же коробки. Просто разные корпуса. То есть, это настолько вот все унифицировано. То есть, я знаю, что я возьму, допустим, у Мизантропа какую-то деталь, она мне без проблем подойдет, потому что у нас моторы и коробки одинаковые. Это здорово. Выбор прокладок. Прокладок вообще невероятное количество. Невероятное количество прокладок и материалов. То есть, можно выбрать там из какой-нибудь специальной бумаги, из паранита, из резины, из резины с металлическим сердечником. И все это будут разные производители, разные цены. То есть, на любой вкус, цвет и кошелек. Если продолжать про ремонтопригодность, вот, к примеру, на Эволюшен 4 размера ремонтных поршней на поршневую группу. То есть, вот эти родные цилиндры я один раз расточил. Если их растачивать каждый раз через 150 тысяч километров, получается, тут ресурс 600 тысяч километров. Плюс некоторые детали и узлы, которые якобы не ремонтируются, на них существуют ремонкомплекты. В частности, как я уже сказал, шатунная группа, можно все отремонтировать. И такой, знаете, пример корпуса гидрокомпенсаторов. Корпус гидрокомпенсатора, там ролик, и эти ролики тоже можно поменять. То есть, я буквально там пару лет назад об этом узнал, что, оказывается, ролики можно поменять, и это будет дешевле, чем менять гидрокомпенсатор весь в сборе. Да, там придется повозиться, сначала там развальцевать, ну, разобрать, потом развальцевать все это. Но все это продается, и, опять же, все это достаточно доступно по цене. И вот на сегодняшний день, я говорю, с учетом того вот всех вот там разных экономических вот этих вот перипетий Харлей Дэвидсон, вот если ездить на нем долго, вот вы покупаете себе мотоцикл, не на один год покупаете его на несколько лет, вы прекрасно понимаете о том, что вот купив Харлей, да, со временем он, естественно, не будет становиться моложе, на нем не будет уменьшаться пробег, да, вы будете на нем ездить, но, дойдя до предела там 100-150 тысяч километров, вы не будете шокированы, скажем так, стоимостью ремонта при нормальном техническом обслуживании регулярном, стоимость ремонта у вас на финише, вот к этому пробегу, она будет меньше, в отличие как бы от японских мотоциклов, когда у вас там что-нибудь вдруг внезапно может сломаться на пробеге там 100-150 тысяч километров, и вы узнаете стоимость вот этих деталей оригинальной, вы будете просто шокированы. На Харлей в настоящее время на рынке в России достаточно много запчастей продается, бэушных, новых, всяких разных, вот даже вот с учетом того, что сейчас из США будут затруднения, да, с поставкой запчастей, в России можно купить практически все, и с этим нет проблем. В этом плане ремонтопригодность у Харлея, она гораздо, скажем так, на более высоком уровне, и для того, чтобы отремонтировать Харлей, вам не нужны там супер какие-то там мега инструменты, там супер стерильные условия. Нет, нужен гараж, там типичный набор инструмента, знания, умения, навыки. И опять же, про навыки, если говорить про знания, очень много информации накоплено по ремонту. Все болячки, все косяки твинкамов 88, эволюшенов, они известны, они известны, методы лечения известны, и как бы проблем с этим нету. И куча технической информации на форумах в России, и на иностранных форумах, все можно найти, все можно отремонтировать, и как бы продолжать ездить дальше. И вот с японскими мотоциклами, особенно с какими-то новыми моделями, да и с американскими, наверное, с теми же Харлеем, с Ми-8, не все, так скажем так, однозначно. Они более такие уже идут по японскому пути. То есть качество повысилось, но опять же, ремонтопригодность за счет того, что все вот так вот сделано, тот же Revolution Max, где некосильевые покрытия в цилиндрах, ты их уже не расточишь. Все, у тебя износился мотор, все, меняй другой контракт, или какой, я не знаю, что. А вот на этом моторе я просто расточу поршневую и буду ездить дальше. Надеюсь, я вам более-менее как-то понятно, подробно все рассказал, по крайней мере, постарался рассказать. Надеюсь, вам было интересно посмотреть данное видео. Обязательно пишите комментарии. Ну а сегодня с вами был мистер Ченнинг. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok